Сегодня в России празднуется День сотрудника органов внутренних дел. У нас в гостях начальник следственной части МВД России Красноярская Елена Бондаренко. Елена Александровна, добрый вечер. Здравствуйте. Во-первых, сразу, конечно, с праздником. Спасибо. И несмотря на то, что все думают, что это не женская работа, тем не менее большое количество женщин в этой профессии, как они приходят? Да, действительно, вы правы. Как вы пришли? Давайте поговорим, как пришли. Действительно, вы правы, женщин достаточно много в профессии. Женщин полицейских, их не только следователи, это и другие службы, любое, мне кажется, подразделение полиции, оно будет показательно в том плане, что женщины будут трудиться в каждом из этих подразделений. Где-то больше, где-то немного меньше. В следствии немного больше женщин, чем мужчин. Все мы, получившие гуманитарное образование, юридическое образование, стремимся к работе, которая будет связана именно профильно по профессии. И выбираем эту профессию, размышляя таким образом, что это все-таки больше работа с документами, это не оперативная работа. И поэтому она ближе к женщинам, может быть, чем к мужчинам. Хотя не исключение мужчин и следователей, у них очень хорошо получается расследование дел, раскрытие преступлений следственным путем и взаимодействие с другими подразделениями и службами. А если говорить конкретно обо мне, то этот выбор был осознанным. Я заканчивала Красноярский юридический техникум, в последующем Красноярский государственный университет, получила юридическое образование. И хотя это не династийное событие, то есть в моей семье нет полицейских, и никогда не было, я оказалась первой и ни разу не пожалела об этом, могу сразу сказать. Получая образование, я уже тогда знала, что я буду правоохранителем. Я всегда знала, что люди, которые нуждаются в помощи, если эту помощь можем оказать, это могут быть различные профессии, в том числе профессия, которая была связана с правоохранительной деятельностью. Некоторое время я трудилась в народном, тогда еще районном суде, секретарем судебного заседания, и в последующем мне поступило предложение прийти на службу в органы милиции тогда еще, и перспектива работы в милиции была, ну скажем так, очень желанна. И эта работа, это было событие в моей жизни, меня пригласили работать следователем. И таким образом я оказалась сотрудником милиции, и вот уже 26 лет я являюсь следователем органов внутренних дел. Праздник бесспорно и наш, так как мы являемся сотрудниками органов внутренних дел, следователи, праздник уже, скажем так, исторически сложившийся, достаточно давно существующий, и, в общем, мы себя, хотя мы являемся, так скажем, несколько службой, не связанной с охраной общественного порядка, да, это те люди, которых видят жители нашего города на улицах города, да, те, кто охраняют непосредственно, там, не сотрудники дорожно-патрульных служб, мы, скажем, больше кабинетные работники, но все-таки мы этот праздник отмечаем, как профессиональный праздник, очень гордимся, что у нас есть такой праздник, очень ждем его. — Скажите, пожалуйста, какими качествами нужно обладать для того, чтобы заниматься вашей профессией? — Очень такой сложный вопрос, несложно отвечать на него, потому что, мне кажется, каждый раз я что-то недоговорила из тех качеств следователей, которые хотелось бы в них видеть, либо которые я себе представляю как идеального следователя. Но будучи исследователем и руководителем следственного подразделения, я понимаю, что много главных качеств у следователя, может быть, сложно даже выбрать. — Фундаментальным и основополагающим. — Фундаментальным и основополагающим может являться то, что следователь — это всегда человек, который четко планирует свою деятельность. Мы планируем деятельность, связанную с расследованием уголовных дел, в целом свою служебную деятельность, и мы планируем свою жизнь. То есть те вещи, которые мы делаем, они должны быть для нас понятны как цель. Поэтому это очень целеустремленные люди, это очень честные и справедливые люди, потому как то количество проблем, с которыми нам приходится встречаться, это люди, у которых произошло несчастье, это и утрата денежных средств, и имущества, это преступления, которые относятся к категории совершенных в отношении жизни и здоровья граждан. То есть все это не просто дается в том плане, что с одной стороны необходимо иметь определенные такие качества, которые помогут быть в контакте с потерпевшим, а с другой стороны нужно быть человеком, который изобличит преступника в совершенном им преступлении, а зачастую еще и, скажем так, сориентирует его на раскаяние, признание вины, возмещение материального ущерба, и при этом сделает все очень правильно. Но мы не имеем права на ошибку, поэтому это судьба человека, как и потерпевшего, так и обвиняемого, подозреваемого. Мы не должны нарушить права ни того, ни другого, которые предусмотрены законом, и при этом у нас есть определенные полномочия, за рамки которых мы выходить не можем. Поэтому это исследователи, это те люди, которые должны знать, постоянно изучать, постоянно находиться в курсе изменений законодательства, и поэтому это требует очень много времени, поэтому это должны быть люди, у которых это время используется, скажем так, рационально и небесполезно. А бывает такая ситуация, когда потерпевший приходит, начинается опрос, соответственно, что произошло, и он говорит о том, а у вас не как в сериале след, что ли, не так, что что-то где-то проанализировали и нашли преступника. Бывают такие курьезные моменты или нет? Знаете, чаще, наверное, встречаешь не среди граждан, тех, кто говорит о том, что мы не соответствуем их образу, который они сложили для себя, исходя из какого-то художественного восприятия, из фильмов, книг и так далее. Очень часто на этапе обучения, допустим, студенты, которые получают образование, которых мы агитируем для того, чтобы они пришли работать в полицию, в том числе следователи, они говорят, а где ваши те самые научные и технические возможности, которые используют так, как в фильмах? Есть доля правды, в том числе и в художественных произведениях, и в кинофильмах, в вопросах, связанных с тактикой расследования уголовных дел, с криминалистическими способами расследования. Но, естественно, чтобы заинтересовать одно дело зрителя, другое дело выполнить работу свою в рамках закона и предоставленных нам возможностей, это несколько иное. Но в настоящее время у правоохранительных органов есть и специальные подразделения, и техника, и все, что связано с криминалистическими исследованиями, проведением экспертиз, экспертизы ДНК, экспертизы дактилоскопические, подчерковеческие. Это служебно-розыскные ресурсы, служебно-розыскные, допустим, собаки. Это компьютерная техника и техника, которая помогает использовать ее при раскрытии расследования мошенничеств, допустим, с использованием ресурсов в сети интернет, других каких-то IT-технологий. И поэтому все это можно перечислять очень долго, но в целом единственное, чего не покажут вам в фильме, допустим, это сколько следователь осматривает документы. Это нужно было бы несколько серий сериала, это было бы вам абсолютно неинтересно. Он просто смотрит документы. Он осматривает и тщательно описывает документы. Их содержание, решает вопрос о том, являются ли они вещественными доказательствами. То есть это дела, допустим, которые связаны с расследованием преступлений в сфере экономики. И поэтому можно было бы сказать, что все неправда, но как бы не скажу все, что мы видим с экрана. Пусть все думают, что это правда. Что найдут в любом... Переубеждать не будем. Скажите, пожалуйста, а насколько работа влияет на отношения в семье? Бывает ли такое, что вы говорите, очень важно планировать четкие, ясные цели, и все в семье четко понимают о том, что у нас в семье есть у всех цели, и распланировано все, и ни шагу назад, только вперед? Или то, что на работе, это на работе, а дома совершенно по-другому? Ну, с учетом профессии, она определенный отпечаток, конечно, накладывает и на взаимоотношения, в том числе и в семье. С учетом времени занятости на работе, мы очень, скажем так, мало, может быть, времени, меньше, чем хотелось бы времени находимся. В семье, поэтому определенный отпечаток накладывает. Но мы умеем переносить свое, скажем так, настроение, хорошее настроение домой, не говоря о том, что на службе у нас какие-то могут быть проблемы, не обсуждать это с родственниками, потому что есть моменты, которые совершенно, которые могут, скажем так, помешать взаимоотношениям. И вот в определенной степени о целях, да, это, наверное, да. Хотелось бы всегда от своих близких видеть реакцию, связанную с тем, что они, скажем так, делают то, что хотелось бы увидеть сделанным, и при этом не откладывают это в долгий ящик. И таким образом ориентируешь, допустим, своего ребенка, ориентируешь на выполнение этой цели, и поэтому он должен это сделать. Но это не мешает, как правило, очень много в профессии семей, которые состоят из супругов, которые являются сотрудниками правоохранительных органов, в том числе и следователями. И это также не мешает им быть вместе и воспитывать детей. Поэтому мы достаточно, так скажем, безболезненно совмещаем профессию со своим личным свободным временем и семейной жизнью. И вот очень короткий вопрос. А как со стрессом боретесь? Или справляетесь? Может, не боретесь, а справляетесь? Верно, мы справляемся. В различных ситуациях действительно может оказаться сложно преодолеть определенные стрессовые ситуации. Сделать нужно правильные выводы, правильно среагировать, правильные решения принимать. Опять же, это связано с тем негативом, с которым мы встречаемся, с точки зрения несчастья, которое происходит с людьми, и они приходят к нам за помощью. И, с другой стороны, с теми обстоятельствами, которые связаны при расследовании, раскрытии преступления, взаимодействии с злоумышленниками. Это тоже очень разные люди. И стрессовых ситуаций достаточно много. По-разному следователи разрешают эти проблемы, выходят из этих ситуаций, но чаще всего это поиск какого-то отвлечения, это поиск определенного хобби, либо занятия, которые действительно увлекают. Мы умеем переключаться с одного вида деятельности на другой. И лучшим отдыхом, допустим, я считаю, это поход к себе на приусадебный участок и заняться прополкой. Да, с сбором никоросов в лесах. Очень такое занятное занятие. Либо отвлечься чтением книг, то есть литературы, которая не связана, может быть, с какой-то профессиональной деятельностью. Есть следователи, которые занимаются, очень, скажем так, погружаясь в это кулинарии, и там какие-то шедевральные вещи воспроизводят, допустим, ко дню рождения торт, который даже вряд ли где-то в таком виде приобретешь. И так как времени немного, мы используем даже это время, которое нам достается, скажем, для хобби, и в том числе для каких-то спокойных, нужных домашних дел. Это такое достаточно хорошее отвлечение. Спасибо, Елена Александровна. Я еще раз хочу поздравить вас и ваших коллег с праздником. И хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях начальник следственной части МВД России Красноярская Елена Бондаренко.